Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я помню, что я принимал багаж В общем-то было очень тепло Я был в костюме в одном Пассажиров было мало, пол самолета И как правило все Летят в такие дни, которым Ну очень нужно уж лететь И как И обычно С хорошим настроением Из 50 пассажиров этого рейса Пришедших на регистрацию 8 марта 88 года 11 человек носили фамилию Овечкина Эти уникальные кадры сняты Тремя годами ранее Обычно мать Нинель Сергеевна Овечкина Только провожала сыновей А в поездке отправлялась их сестра Ольга Помочь в дороге, присмотреть за младшими Сережа начал выступать с 5 лет Но в тот день На стойку регистрации Легли билеты на всю семью Мать и 10 детей Музыкантов узнали И практически не досматривали Самый большой предмет Контрабас Сотрудница попросила положить на стол И ограничилась поверхностным осмотром В этот момент Пассажир, стоящий рядом Услышал странный разговор Один из музыкантов сказал Прощелкали Другой его оборвал Соткнись Объявили посадку И в 13.30 по местному времени На борт Ту-154 поднялась Вся семья Овечкиных За исключением старшей сестры Людмилы В ее семейном архиве Сохранилась редкая фотография На которой изображена Практически вся семья Слева Ольга Рядом Татьяна Олег Ульяна с Сережей Александр Михаил Дмитрий И Василий Самый старший из братьев И гуляет Он с фотоаппаратом В центре Мать Нинель Сергеевна Она знала Что на борт самолета В контрабасе Ее сыновья Пронесли оружие Знала И дала свое согласие Нинель Сергеевна Рано осталась без матери Которую в голодный Военный год Застрелил пьяный сторож За несколько картошек Собранных на колхозном поле Девочку сначала забрали тетки Но потом отдали в детдом Она сначала Когда мама погибла Она была как это Ну как ненормальная Ее и Ну заторможенная такая Не могла отойти от всего Отойти от того Что она пережила в детстве Было невозможно Это останется с ней на всю жизнь Воспоминания о матери Убиты выстрелом в голову Рано выйдя замуж Нинель Сергеевна в 19 Родила Людмилу Вторая дочь Лариса Умерла младенцем На похоронах Мать дала слово Что она родит Всех детей Которых пошлет Бог Последняя дочь Уля Родилась Когда ей было за 40 Она была властной Женщиной Резкой За словом В карман не лезла Но с детьми Была нежна И терпелива Прожив тяжелую жизнь Она хотела Чтобы детям Жилось лучше, чем ей Для этого она не жалела Ни сил Ни здоровья Ради них Она готова была На все Старшая дочь Людмила Вышла замуж И жила отдельно В шахтерском поселке Черемхово В начале марта 88-го года Ее удивил Неожиданный приезд Сестры Ольги С младшими братьями И сестрами Ну я даже не поняла Что они там Прощаться со мной Приехали Или как-то Или куда-то Действительно Что-то Я даже ничего Это не поняла Потому что я Собиралась С ними Ехать на 8 марта И конкретно Я не знала Что там Действительно Они собираются Что их не будет 8 марта Братья стали Часто уезжать Из Иркутска В начале 80-х Когда старшие Организовали Семейный ансамбль Первым Во дворец пионеров Пришел заниматься На ударных Василий Следом Потянулись Младшие Дмитрий на трубе Олег на кларните И саксофоне Когда к ним Присоединились Саша с Игорем Василий попросил Заведующего Эстрадным отделением Училища искусств Романенко Позаниматься с ними Убедившись Что на концертах Пятеро братьев Пользуются Неизменным успехом Романенко Занялся ансамблем А когда Вместе с ними Начали выступать Подросшие младшие Миша и Сережа Василий придумал Ансамблю названия Семь Семенов По старенной русской сказке О семи братьях Победы на фестивалях И конкурсах Придает братьям Веру В собственные силы К ним приходит Настоящий успех В марте В марте 88-го Игорю было 16 Василию 26 Дмитрию 24 Олегу 21 год Звездным судьбе ансамбля Стал 85-й год Удачные выступления В Москве и Кемерово Тбилиси и Риги Привлекают к Семенам Пристальное внимание Режиссер Герц Франк Снимает о них фильм Который так и называется Семь Семенов В том фильме Жизнь большой дружной семьи Представлялась Полной гармонии Смысл Как в той сказке О семи братьях Каждый знал свое дело Младшие слушались Старших Старшие Мамы А она не могла Нарадоваться Глядя на сыновей Хотя большое хозяйство Отнимало много времени Музыка все равно Оставалось главным делом Их спасательным кругом В море однообразного Тяжелого быта А недовольство Условиями жизни Обиды на несправедливости Оставались за кадром И тогда оказалось Особого значения не имели Потому что в жизни братьев Была цель Которой они упорно шли Музыка Начинается Па-па-па-па Па-па-па-па Да-да-да-да-да-да-да-та Понимаешь? Ну, чтобы я на… Атаку берем больше Опять, давайте еще раз попробуем Начинаем Олег Михаил Василий 8 марта 1988 года во время посадки пассажиров попросили разместиться в первом салоне. Мест было достаточно. Туда прошли мать с младшими и Ольгой. Старшие братья направились с инструментами во второй салон. Саша с Дмитрием бережно несли контрабас. Бортпроводник Алексей Дворницкий еще удивился. Как же на нем играют, если он такой тяжелый? Алексей вдруг вспомнил, что месяц назад двое ребят везли точно такой же. Я лично сам его загружал, как исполняя свои обязанности. Я еще тогда обратил на это внимание, что в салон он проходит тяжело. То есть его надо было в багажник поместить. И когда второй раз я увидел этот контрабас, я говорю, по-моему, вы с нами уже летали ребята. Алексей не ошибся. В середине февраля Саша с Дмитрием летели из Ленинграда в Иркутск. Они хотели проверить, как досматривают багаж в аэропорту Пулково. Братья обратили внимание, что помещенные в интроскоп контрабас едва проходят по ширине. Достаточно было немного увеличить его габариты, чтобы избежать просвечивания. Массивный металлический звукосниматель мог решить и вторую проблему. Объяснить наличие металла при проходе через контрольную рамку. Вернувшись в Иркутск, Дмитрий сделал зажим из обычной мясорубки. Другой, более оригинальный способ пронести на борт самолета оружие трудно было придумать. И к моменту взлета Ту-154 это оружие уже находилось на борту самолета. Хотела бы, конечно, чтобы они играли, чтобы музыка у них была. Но главное, чтобы они всегда вместе были, вот дружные между собой. Не обязательно, что они там великие музыканты будут. А главное, чтобы у них все это тепло в душе осталось. Вот это главное. Что же произошло с этой счастливой семьей за три года, прошедшей после съемок фильма? Что толкнула мать с десятью детьми на безрассудный, нелепый, страшный шаг? Нужда? Счастливие? Обида? В такое почти невозможно поверить, если бы не этот сгоревший самолет. Она воспитывала детей одна. Отца, который редко бывал трезвым и рано умер, братья стыдились. Всю жизнь мать старалась вырваться из нужды, воспитывая в сыновьях чувство собственного достоинства. Поняв, что Бог наградил их талантом, она поверила в их избранность и в то, что их удел не в том, чтобы таскать навоз или косить траву. Но хозяйство кормило, позволяло покупать инструменты. А музыка их пока прокормить не могла. По крайней мере, здесь, в провинции. Братья решают, что новые горизонты перед ними может открыть Москва. В 86-м на волне успеха старшие поступают в Гнесинское училище, но отучившись семестр, возвращаются домой. Москва не оправдала их надежд. Своё возвращение братья объяснили тем, что там их научить ничему не могли. Гордость, отличительная семейная черта Овечкиных не позволяет признаться в ещё одной банальной причине. Братьям не хватало на жизнь. С их отъездом хозяйство пришло в упадок, и мать вскоре перестала посылать им деньги. Но была ещё одна причина. Мать просто не могла вынести разлуку со своими мальчиками. Она попросила их вернуться. И они вернулись. 8 марта 88-го года. До промежуточной посадки в Кургане рейс проходил как обычно. В принципе, рейс был как рейс. Я так особо не помню. Кормили, работали, ничего особенного не было. Мне эта компания сразу не понравилась. Мать с Ольгой и младшими сидели в первом салоне. Старшие расположились во втором, отдельно от всех. Они постоянно обращались к бортпроводникам с разными просьбами. Даже пытались играть в шахматы, надеясь скрыть подлинную причину своего беспокойства. Все мысли братьев занимал стоящий в хвосте второго салона контрабас сооружений. К своему решающему ходу они готовились уже давно, с момента возвращения из Москвы зимой 87-го года. Приехали из Москвы, они сразу. Этот совок, совок. Сначала мне даже было неприятно слышать. Ну как страшно даже было. Я первый раз от них слышала, что это такой совок. Да. Я думаю, ну до чего они доиграют, музыканты. Успех и признание посолы зарубежных менеджеров о немыслимых заработках на Западе утвердили в братьях то, что воспитывала в них мать. Веру в собственную исключительность. Но возвращение из Москвы в Иркутск стало холодным душем, сразу спустившим их с небес на землю. Необходимо было как-то зарабатывать, обживать две новые квартиры, которые местные власти, наконец, предоставили матери героине. Долгое время комнаты оставались полупустыми. Не на что было купить мебель. Местное управление культуры не разрешает организовать выступление ансамбля через филармонию из-за отсутствия у братьев законченного музыкального образования. Они шли, выбиваясь из сил к своей мечте долгие годы. И мечта осуществилась. Они стали музыкантами. Но когда им показалось, что они поймали удачу, советская реальность вновь обернулась к ним своей безысходностью. Их новой путеводной звездой становится мечта о лучшей жизни. Они верят, что смогут своим трудом и талантом добиться большего, но только не здесь. Они мечтают уехать. В 87-м году в Мавзолей все еще стояли очереди, и страна оставалась закрытой. Надежда выбраться отсюда была призрачной. Но тут в судьбу Симеонов вмешался случай. Они по-прежнему остаются феноменом, который местные власти предъявляют по мере необходимости, как визитную карточку. В ноябре 87-го в составе культурной делегации Иркутска Симеоны попадают в Японию. Зная о настроениях старших братьев, мать всю неделю гастролей не находит себе места. Она боится, что сыновья не вернутся. Волнения были не напрасны. Братья внезапно попали в сказку. Это был шок для ребят. После серого, зимнего Иркутска, яркий неон улиц, изобилия витрин, это был тот самый шанс, о котором они даже не мечтали, и который мог больше не представиться. Братья решают из Канадзавы, где шли гастроли, добраться до Токио и попросить в американском посольстве политическое убежище. Но за каждым их шагом следят товарищи в штатском, а денег на поездку нет. Командировочные выдадут перед самым отъездом. В один из вечеров из гостиницы надолго исчезает Олег, заставляя поволноваться сопровождающих. Он тщетно пытается уговорить таксиста взять за поездку в Токио вместо денег золотое кольцо. После концерта Олег делает новую отчаянную попытку, просит подошедшего с комплиментами американца отвезти их в посольство. Снова неудача. Тот без машины. Больше братья не испытывают судьбу, и тому была серьезная причина. Мама. В те годы бегство все еще означало разлуку навсегда. Она знала об их планах, и провожая попросила вернуться. И они снова вернулись. На этот раз за ней. Братья понимали, что мать никогда не выпустят из страны на гастроли вместе с ними. А надежда на женитьбу кого-то из них на иностранке не решала проблему. Их было слишком много. Чтобы уехать всем, нужно было решиться на что-то посерьезнее, чем побег на собачьи упряжки через Берингов пролив. Оставался единственный способ. Угон самолета. 8 марта 1988 года. В 12.18 по московскому времени самолет производит посадку в Кургане. Овечкины с остальными пассажирами выходят в здание аэровокзала. Контрабас с оружием остается в самолете. И братья не находят себе места от волнения. В какой-то момент нервы не выдерживают. Они меняют план, решив угнать самолет не на обратном пути из Ленинграда с полными баками, а сейчас. Самое интересное, я просто прошел в конец самолета, опять почему-то обратил внимание на этот контрабас. Узнав, что в Кургане пассажиров прибавится, Алексей направляется в хвост второго салона, собираясь убрать контрабас с прохода, чтобы он не мешал пассажирам. Но в последний момент его что-то отвлекает. Какая-то мелочь. Идея угнать самолет, рассказанная старшими братьями после возвращения из Японии, на семейном совете, показалась матери и Ольге несерьезной, почти детской. Играть в подобные игры с государством казалось неразумным. Но братья упорно гнули свое. Они купили ружья. Из них Дмитрий изготовил два обреза, снарядил сотню патронов и, сделав второе дно в контрабасе, закрепил оружие. Заказав стальные стаканы, Дмитрий сделал три бомбы. Испытав одну, заверил, что для устрашения в закрытом пространстве самолета достаточно несильного взрыва, чтобы показать серьезность намерений и решимость идти до конца. Братья готовы были рискнуть, чтобы вырваться из страны, в которой, по их мнению, имели несчастье родиться. Они были уверены, что их не посмеют удержать силы. Их могло остановить только одно. Если бы их мать сказала нет. Нинель Сергеевна гордилась своими мальчиками. Послушные, работящие. А когда началась эта музыка, поверила, что они и вправду особенные. Поверила, что хотя бы им улыбнется счастье. Но, видя их неустроенность, она теряла последние силы. Заработав в холодной торговой палатке астму, мать считала, что государство обязано позаботиться о ней и ее детях. Она в последнее время у нас вообще тяжело была материально. Ребята приехали из Москвы, и, в общем, нас строго потрясло. Пенсию, когда ей назначили, она ее так ни разу не получила, 52 рубля. Она плакала, я говорю, ты чего заплакала, мама? Плачешь? Говорю, ну, начислили. Говорит, с головы-то не умею. В какой-то момент накопившиеся за долгие годы обиды, унижения, несбывшиеся надежды перевешивают доводы рассудка. Мать решает сделать то, о чем ее просят старшие сыновья, лишь бы им было хорошо. О себе уже не думает. О других тем более. На возражения Ольги отвечает, чего уж там, помрем, так помрем. Когда началась посадка в Кургане, старшие братья велели остальным проходить в конец второго салона. На вопросы младших мать отвечала, так надо. Перед посадкой она отдала Ольге пакет, в котором было 3000 рублей, вырученных от продажи вещей. Вещи начали продавать уже в марте. Пианино отдали за бесценок, продавали даже игрушки. На вырученные деньги оделись во все новое и модное, чтобы на первых порах не было стыдно. Там. С собой брали минимум, в сумках, на случай, если придется спешно покидать самолет. Остальное бросили дома. Василий проверял, вытряхивая все лишнее. Но до самого отъезда оставалась одна нерешенная проблема. Ольга. С ребятами что-то случилось. Я не могу объяснить. Я как будто кто-то гнал. Я понимала. Мне страшно было. Братья любили сестру, но не считались с ее мнением, хотя по сути она была им второй матерью. Свою жизнь Ольга посвятила братьям. Готовила, ухаживала в поездках. Братья привыкли, что все свое время Ольга отдавала им. К 27 годам у нее не было ни собственной семьи, ни нормальной личной жизни. Братья взяли Ольге билет в Ленинград на 6 марта, даже не спросив ее согласия. Она должна была вылететь на пару дней раньше, чтобы забронировать места в гостинице к приезду всей семьи. Но Ольга не хотела никуда уезжать. В ночь на 6 марта она просто не пришла ночевать. На следующий день Василий пришел за ней на работу в кафе. Дома был скандал. Братья заставляют Ольгу отпроситься с работы на неделю и меняют ей билет на 8 марта. Затея с захватом самолета была ей не по душе. Но остановить братьев, тем более бросить, Ольга не могла. Они были несчастьем и радостью ее жизни. Ее уговорила мама. 3 марта Ольга сняла со сберкнижки все свои деньги, около 150 рублей. Во время посадки в Кургане пассажиров прибавилось, и они стали рассаживаться во втором салоне. К бортпроводнику Валентине Николаевой подошли двое похожих друг на друга молодых людей. Они поздравили ее с 8 марта и представились. Это были Василий и Олег Овечкиный. Олег достал фотографии ансамбля и стал рассказывать Валентине о своей семье, о матери, сидевшей неподалеку, прекрасно зная, что уже через 2 часа они захватят этот самолет. Олег понимал, что в глазах пассажиров и экипажа они сразу превратятся в террористов. Но он не хотел, чтобы в них видели преступника. Он продолжал верить, что они все еще остаются музыкантами. Полет уже подходил к концу. Пассажиров накормили обедом, и бортпроводники готовили к сдаче посуду, когда на кухне раздался сигнал вызова из второго салона. До посадки оставалось 55 минут. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...